Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас Land Rover Defender 2005 года выпуска. Вот такой весь в красивом весе. Не вошел он у меня по высоте. Вот загнал его только мордой во двор. Заменим на нем сегодня, вернее даже не заменим, а установим комплект, заглушим, клапан EGR, обойдем его. Поставим заглушки, уберем сам клапан. Дело в том, что заказали с EBR, маркировки нету. Там в описании сейчас покажу. Такая вот коробочка. Здесь идет переходное место клапана. Труба, кланец. Идет заглушка, но она идет одна, нам надо три. Так вот, я посмотрел. У нас прокладка, прокладка под заглушку на коллектор и сама заглушка. Новые винты и и две резиновые заглушки на вакуумные трубки, там на клапанах. Мы тоже их заглушим, снимем, уберем. Также здесь есть еще охладитель. Сейчас я его покажу. Крышку вот эту верхнюю снял. Она тремя болтами крепится. Пластика. Вот он охладитель стоит. Вот уходит на коллектор, на выпускной. Трубка. Вот он сам клапан EGR стоит. Мы его снимем. К нему трубка подходит снизу. Вот она подходит. Мы его уберем. Но, по идее, если бы были еще две заглушки, а они должны были быть для этого двигателя, потому что более старый двигатель, он идет без охладителя. Там просто трубка идет цельная. То этот идет с охладителем. Можно глушиться здесь. Подача, ну, как говорится, чтобы грязь не попадала, чтобы не сифонило. Можно и не глушить, но будут неприятные звуки в определенный момент издаваться через трубу. Вот вакуумы. Мы их снимем. Они вот здесь вот уходят на эти клапана. И вот на этих клапанах мы заглушим среднее по цвету. И сможем уже убрать эти трубки. Так, ну что, вроде вообще обрисовал. У нас ветер очень сильный, поэтому помехи будут. Не обессудьте. Сорвался. Берем, снимаем. Для начала мы сейчас снимаем верхнюю часть диффузора. Здесь вот на саморезах. Здесь да здесь крепится. Снимем вот этот пластик и будем уже дальше смотреть. Здесь быстросъемные эти накладки на саморезах сидят. Вот он, охладитель. Его хорошо видно. Вот подача у нас на охлаждение. А снизу, снизу здесь, вот она, под камер. Камера не видно. Обратка. И вот этот охладитель можно было оставить. Только из-за трубок. Ну, мы сейчас закольцуем их трубкой между собой. Поэтому их не будет. Берем, берем. Что мы берем? Снимаем. Сейчас клапан. Раскручиваем вот этот хомут. Снимаем шланг, воздуховод. Так, открутил хомут. Снимаем его. И снимаем патрубок. Кстати, под патрубком вот оно, маслице подкидывает. Откручиваем здесь на клапане четыре болта крепления клапана. Снимаем вот эти вакуумные трубки. Откручиваем вот этот кронстейн, чтобы не обрезать хомут. Отодвинуть нам его для удобства. Да, болты головка на восемь. Откручиваем вот этот кронстейн. И четвертый болт. Все, получается мы сам вот этот клапан открутили. Теперь его откручиваем от охладителя. Здесь шестигранник. Даже удобнее будет. Я не шестигранником, я торгсом откручу Т-30. Он у меня коротенький, сбитый. Я под трещоточку хорошо подойдет. Он был шестиграном, но Т-30 подходит нормально. И так же нижний откручиваем. Вот он второй. И теперь у нас фланец откручен. Вот он у нас. Клапан снимается. Здесь хомут у нас держит. Сейчас раскусим. С Анастасиям. Ты забывай в него? Анастасиям. Стив interviews. Анастасиям. Анастасияс. - Снимаем вот этот вакуум Вот такая вот гадость летит Да, экология, да, хорошо Но машина засирается еще лучше Кстати, прокладка у нас хорошо снялась, удачно Не оторвалась, там ничего не осталось Поэтому там только протрем и поставим трубу Теперь мы откручиваем вот этот фланец Снимаем 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 Ну, вот так вот Снимаем Ну и Коп Коп Чай Коп Открутили. Теперь откручиваем эту трубку от выпускного коллектора. Те же самые болты и откручиваем верхний болт. Все, сняли вот эту трубку. Откручиваем охладитель. Ладно, до охладителя мы сейчас доберемся. Давайте мы, наверное, сразу с вами протрем здесь и поставим нашу заглушку. Поставим новые болты. Вот заглушка, новенькая прокладочка и новые болты. Так, наживил один болт. Теперь наживляем второй. Все, и второй болт наживил. Теперь берем оба, затягиваем. Так, ну что, заглушку мы закрутили. Смотрим, как нам здесь поступить. Здесь шланг идет армированный в сетке теплоизоляционной. Сейчас мы посмотрим, как его нам развернуть и соединить. Снимаем хомут. Расшевелим его. Держится у нас двумя креплениями. Одно крепление здесь, одно крепление здесь. Болты на 10. Вот такой вот болт. И вот тут вот тоже. Болты на 10 минут. Болт на 10 минут. Болт на 10 минут. еще что-то держит еще снизу болт не два болта три болта сделали хитро они снизу сделали гайку на 13 ее не видно и подлезть до нее неудобно я так думаю сделано специально чтобы люди не лезли и не снимали что сделано руками то и разбирается руками откручиваем очень неудобно снимать эту гайку приходится помучиться ну вот практически я ее снял постараться бы ее не уронить вытащил вытащил я эту гайку и все вот наш теплообменник этот охладитель вот она эта гаечка на этой шпильке прикручена с одной стороны хорошо с другой стороны неудобно так ладно мы это сняли теперь смотрим как нам лучше разъединить и соединить между собой шланги то ли здесь их оставить на эти болты сделать хомутики и здесь шланг закольцевать и оставить то ли там соединить шланг резать не охота берем болт скидываем давление у нас в радиаторе снимаем шланг и пока болтом заглушу просто теперь снимаем нижний а нижний у нас больше диаметра нижний у нас больше диаметра до нижнего другой болт возьмем снимаем хомут тоже так так Так. Пока его тоже заглушили, сейчас будем думать, что делать. Это у нас воздушный патрубок. Надо, чтобы туда антифриз не попадал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что я сделал? Я сделал здесь хомут. Сюда я одел два хомута, потому что на трубке нет посадочного увеличения. Поэтому я взял и одел два хомута. Здесь один хомут, но здесь плотно шланг сидит. Потому что здесь шланг десятый, а я одел двенадцатую трубку. Одного хомута будет достаточно. Здесь вот согнул под ключик на тринадцать. И сейчас мы затянем и у нас получится нормальное крепление. Трубка будет закреплена жестко и болтаться она не будет. Шланги остались родные, я их не тронул, не порезал. И все будет сидеть плотно и болтаться не будет, резонировать не будет. Получилось красиво, даже самому понравилось. Вот, трубка не шевелится. Шланг шевелится, трубка не шевелится. Здесь она зажата плотно. До шкива она не достает. Вот эти болты я просто на место закручу их. Выкидывать их тоже не буду. В принципе там никаких каналов быть не должно, но пусть стоят. А теперь, мое сырье.. Моя б 먼я заболевает, Турбит... Цвет 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 Теперь мы устанавливаем наш фланец вот этот сюда эту вакуумную трубку мы в сторону пока уберем мы даже сразу ее оденем, наверное так и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну что, все. Заглушку мы поставили, теплообменник мы убрали, охладитель. Эту трубку мы закрепили, этот мы фланец установили. Теперь ставим на место хомут и закручиваем его. Так, устанавливаем сюда. А пока не будем устанавливать, заведем, заведем, посмотрим. И вот здесь вот хорошо видно, где мы трубку закрепили. У нас шланги остались неизогнутые и до шкива не достают. Все работает, сейчас прогреваем, смотрим. Устанавливаем сверху вот эту крышку на радиатор и устанавливаем крышку на двигатель. Ну, это все. Клапан EDR мы убрали, заглушили его. Здесь еще вакуумная трубка, которая идет на клапан. Они вот здесь по цвету серые, вот на этом клапане. Вот средняя здесь и средняя здесь. Сейчас одеваем на них заглушки. Клапан EDR мы убрали. Вот видно заглушка стоит посередине. И здесь тоже стоит заглушка посередине. Это вакуумные трубки идут. Вот эти трубки я обрезать не стал. Я их замотал, чтобы грязь в них не попадала. И хомутом закрепил. Все. На этом мы клапан EDR заглушили, убрали. Сейчас будет автомобиль работать без него. Заглушка. Вот она, которая на выпускном коллекторе снизу стоит. Вот ее видно. Патрубок, который мы вместо охладителя закрепили. Ну и фланец. На этом мы замену закончили. Всего вам доброго.